Уважаемые подписчики, а также дорогие зрители, которые зашли на мой канал или нашли случайно в интернете мои видео, сегодня я расскажу о том, как приготовить замечательную приправу к столу, к холодцу, к колбаске, к мясным блюдам. Это классический русский острый хрен. Я выкопал корни, отделил верхушки, верхушки прикопал обратно, чтобы не уменьшать свою популяцию этого полезного и прекрасного растения. Приготовление русского хрена, как и русской горчицы, подразумевает то, что готовое блюдо будет острым. Первым делом нужно очень тщательно очистить корневище. То есть не только промыть хорошо, но убрать все желтое, все, что в результате может дать вот эту неприятную горечь, которая встречается в покупном магазинном хрене, потому что его не вычищают до идеала, а просто отбеливают. Данный рецепт хрена передается в моей семье из поколения в поколение. Родом он еще из 19 века. Мой дед так готовил, мой отец так готовил, теперь так готовлю я. В общем-то, все очень несложно и просто. И главное, что очень получается яркий, острый вкус, достаточная резкость у готового продукта. Ну, в общем, я делюсь с вами тем, что считалось всегда фамильным. Идеально должно быть ничего, вот этих никаких желтых пятнышек. Не должно оставаться ничего, только белый корешок. Даже вот то, что при обрезке появилось, тоже надо убрать. Никакой черноты, никакой желтизны. Вот я очистил хрен. Кстати, рекомендую делать это под проточной водой, потому что, ну, все-таки запах специфический. Да, забыл сказать. Буду готовить я из расчета вот такой стандартной 200-граммовой баночки или 200-миллиметровой. Следующим этапом является самый тяжелый. Это натереть хрен. Но, в общем-то, я сейчас покажу, как это сделать очень просто, без использования противогазов, респираторов и проветриваемых помещений. Для этого, в общем-то, делается элементарная и простая штуковина. На мясорубку одевается полиэтиленовый пакет и закрепляется на выходном шнеке. На выходе шнека, вернее. Вот. И туда уже происходит натирка. У вас нету характерного запаха, вы не страдаете, вы не мучаетесь. Сейчас я все это дело соединю, заряжу и покажу. Собственно говоря, вот все. Закрепил с помощью резиночки для денег. Включаем мясорубку и начинаем процесс. Закрепил с помощью резиночки для денег. И не надо никаких противогазов. Хрен в пакетике. Никаких посторонних запахов нет, глаза не режут. Теперь готовим для него заправку. Для заправки потребуется приблизительно столовая ложка 9% уксуса. Я на глазок налью. Тоже количество воды. Развести один к одному. Далее добавляем на вкус, это уже ваше предпочтение. Немного соли. Немного соли. И я добавляю вот примерно половину, это кофейная ложечка, кофейная ложечка сахара. И тщательно это все перемешиваем до растворения компонентов. Собственно говоря, это вся заправка более для хрена. Ничего не требуется. Сахар придаст резкость. Соль придаст яркость вкуса. Ну а уксус даст вот ту самую вкусовую гамму, которую мы привыкли видеть в хорошем качественном хрени. Естественно, это блюдо уже ни в какое сравнение с магазинным, покупным сравнение не пойдет. Итак, из пакетика я переложил, вернее вытряхнул так, чтобы не вскрывать. Вот уже запах пошел, потому что баночку не прикрыл. В баночку, собственно говоря, финальная стадия. Переливаем туда наш, можно сказать, такой рассол. Вздалкиваем. Он уменьшится в объеме. Промокнет. И даем ему настояться в течение двух-трех суток в холодильнике. На третьи сутки будет самый лучший, самый приятный вкус. И помните, что хранится такое блюдо 2-3 недели. Потом вкус и потребительские качества его начинают падать. Поэтому лучше готовить почаще. Чтобы всегда иметь в столу такую вкуснятину. Спасибо за внимание. Удачи!